Вместе с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым Зиничев проверил личный состав и технику, которые будут нести службу во время чемпионата мира по футболу. А это автолестница уже с более высокой высотой подъема, до 42 метров. И особенность этой автолестницы является непосредственно надстройка Магирус, современная, на ней установлена спасательная люлька, то есть она позволяет уменьшить время спасения. На территории пожарной части организован региональный оперативный штаб краевого управления МЧС. Вениамин Кондратьев обратил внимание на то, что важно не только быть готовыми к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, но и предупреждать их. На совещании, которое провел в Сочи глава МЧС, говорили и о безопасности в Краснодарском крае в целом. Так губернатор попросил Евгения Зиничева поддержать инициативу региона очистки русел рек на территории края. По закону сейчас заниматься этим нельзя, так как все полномочия находятся у федеральных ведомств. При этом затопление прибрежных территорий из-за забившихся русел – одна из острых проблем на Кубани. Русло рек нужно чистить. В общем, вопрос. А сегодня ни муниципальное образование, ни субъект мы не можем, не имеем права в силу закона зайти и чистить русло рек, потому что здесь необходимо целый ряд каких-то непонятных документов, а кроме того, еще и Министерство природы России здесь занимает определенную позицию. Поэтому здесь мы также, вот этот подход не ликвидировать нужно, а предупреждать. А предупреждать нужно только в том случае, если мы сможем вовремя эти реки чистить просто-напросто от того селевого потока и гравины этой смеси, которая с гор спускается. Если это возможно, мы выйдем с ассоциативой в правительство. Глава МЧС России инициативу поддержал. Также на совещании говорили и о том, что необходимо уделять больше внимания пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах. Вениамин Кондратьев считает, стоит наладить систему, при которой МЧС могло бы проводить экспертизу таких комплексов еще на стадии проекта, а не когда здание уже построено. Работать на стадии предупреждения любых ситуаций, которые могут возникать в этих торговых центрах, комплексах, в любых объектах массового пребывания людей, с чем мы столкнулись. Мы сейчас проверили эти объекты, опять-таки, благодаря сотрудникам МЧС и выявили ряд конструктивных нарушений, потому что они конструктивно изначально были заложены в проекте. Поэтому здесь огромная просьба, если можно вернуться опять к тем нормативным актам, по которым Министерство числяной ситуации могло согласовывать еще места массового пребывания людей, объекты, на стадии проекта. Естественно, принимать эти объекты в эксплуатацию, потому что сейчас, еще раз подчеркиваю, мы не можем, даже если выявили ряд конструктивных нарушений, не можем уже ни на что повлиять. Выходите с законодательной инициативой, мы поддержим, я думаю, и в субъектах России вас поддержат. Спасибо, Ильич, вот за это огромное спасибо. Согласование получили, мы выходим с инициативой, просим вашей поддержки, потому что цена вопроса слишком может быть дорогой. После совещания Евгений Зиничев наградил за службу сотрудников Краевого управления МЧС. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Галина Моисеева, телекомпания «ФК» Продолжение следует...